Рада приветствовать всех, кто меня смотрит. Сегодня мы будем разговаривать о средствах управления в джигитовке. Всем, кто меня не знает, меня зовут Александра Калинина. Я спортсмен-инструктор Центра джигитовки Федерации Конного Спорта России. Я занимаюсь джигитовкой уже более 9 лет и готова делиться с вами своими знаниями и умениями. Конечно, всем очевидно, что первое, чему учится всадник после того, как он научится просто сидеть на лошади и не падать, это управление лошадью. Чем мы управляем лошадью? Если спросить новичка, он, конечно же, ответит, что это повод и будет прав лишь отчасти, так как повод это последнее, за что должен хвататься квалифицированный всадник. Правильно выезженная лошадь сначала управляется корпусом, затем шенкелем, то есть ногами, и потом уже поводом. Но это если мы говорим о выезженной лошади для какой-либо другой дисциплины, для любой другой дисциплины конного спорта, но не для джигитовки. Что не так с джигитовкой? Ну, во-первых, в джигитовке лошадь управляется одной рукой. Во-вторых, лошадь в джигитовке не должна реагировать на движение всадника, то есть как будто не должна реагировать на управление корпусом. Не должна менять, например, ноги на галопе или поворачивать в тот момент, когда это не требуется. Лошадь должна как бы думать следующим образом. Он там колышется сверху, а я просто должна скакать прямо. А шенкель в джигитовке используется только как средство посыла. Соответственно, ни о каком сгибании здесь речи быть не может. То есть я имею в виду сгибания боковые движения. Галоп! 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 Опа! Одним из важных средств управления лошадью является голос. Все команды посыла лошади или остановки должны дублироваться голосом. То есть вам необходимо заранее научить лошадь всем командам от голоса. Как работать с лошадью одним поводом? Его нужно завязать вот таким вот образом. То есть мы делаем сначала петельку и продеваем остаток повода в эту петельку. Теперь он не мешает при выполнении упражнений. Например, то есть он здесь лежит и не мешает. Он не упадет в коню под ноги. Соответственно, конь не запутается в поводе. И после выполнения упражнения его не нужно судорожно набирать. Он всегда собран. Лучше не делать тугой узел, так как это принесет дискомфорт коню и может привести к тому, что рот лошади станет нечувствительным. Есть, однако же, элемент, который выполняется с развязанным поводом, и это езда, стоя на седле. То есть здесь мы с завязанным поводом ехать не можем. Соответственно, вы должны научиться завязывать и развязывать повод так, чтобы это происходило быстро. То есть, например, вот таким образом завязанный повод развязывается быстро. Обратите сейчас внимание, как я работаю с лошадью. Я прикладываю повод к ее шее, и таким образом она понимает, что нужно повернуть. Я не тяну за повод, не дергаю, я лишь указываю лошади, как ей нужно двигаться. На самом деле, лошадь не с первого дня понимает, что такое управление одним поводом, одной рукой. И для этого нужно, конечно, с ней некоторое время поработать. Она через некоторое время привыкает, и уже такое управление становится для нее вполне понятным. Когда мне нужно, чтобы лошадь вышла напрямую и сделала трюк, я просто мягко вывожу ее поводом напрямую. И, соответственно, кладу повод просто ей на шею. В идеале лошадь должна знать и воистковую работу, и джигитовочную. То есть уметь сгибаться в боку, двигаться от шенкеля боком. Вот я вам сейчас пытаюсь показать это. То есть уметь двигаться от ноги в бок, знать боковые движения. Естественно, уметь двигаться от... Естественно, знать команды от корпуса. В дальнейшем это очень помогает при работе на кардео. Ну и также просто уметь бежать по прямой, не реагируя ни на какие движения всадника. Ай, бро! Ай, бро! Оп! Чи-чи-чи! Оп! Как правило, лошадь реагирует на команды корпуса тогда, когда она наиболее сконцентрирована. То есть двигается с импульсом в сборе. У нее поднята спина и подведены задние ноги. В джигитовке же лошадь, как правило, скачет в разобранном виде, с растянутым корпусом и проваленной спиной. Было бы, конечно, здорово, если бы она скакала в сборе, но это практически невозможно. То есть я еще такого не видела. Соответственно, переживать о том, что лошадь воспримет вашу стойку на стремени как команду к траверсу, не стоит. И потом я работаю уже по этим двум направлениям несколько лет и могу с уверенностью сказать, что лошадь четко определяет разницу между одной и второй дисциплиной. Теперь вы знаете о специфике средств управления в джигитовке. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Я очень рада, что у нас с вами наконец-то начался диалог. Если вам понравилось видео, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И если есть какие-то вопросы, обязательно задавайте. Я постараюсь рассказать вам об этом в следующих своих видео. Всем спасибо, пока!